Вот, значит, ну, сегодня у нас участвует в работе нашего общества несколько компаний. Здесь это те, кто поддерживает непосредственно мой доклад, это промецесс и альфа-сигма и медикейс наш. А кроме того, здесь присутствует компания Берлин Химия и компания Асцензия. Должна была поддержать доклад Редькина. Ну, в общем, как-то они все время участвуют. Надо сказать, что все эти компании, они на протяжении всего этого времени поддерживали наши вебинары, за что им большое спасибо, потому что это все стоит некоторых денег. И не так просто это все делается. Значит, почему мы за это взялись? Да, значит, я напоминаю, я уже про это много раз говорил, что во время эпидемии гриппа H1N1 была проведена очень высокоэффективная терапия ДВС-синдрома. В основном это касалось четвертого управления, из-за того, что мне известно, и Барнаула. Летальность в группе на ИВЛ была снижена в 10 раз по сравнению с другими, так сказать, пациентами, с другими отчетами. Но ни одной научной работы я не нашел. Ни одной. Это удивительно. Никто ничего не писал. Есть какое-то большое количество различных тезисов, но серьезных работ нет. Тогда мы написали клинические рекомендации, но из-за того, что полная конфронтация с Минздравом, они наши рекомендации не восприняли. А имеется в виду лечение ДВС-синдрома, гепарины, плазма и плазма ФРС. Частично рекомендации были опубликованы в независимой газете тогда. Кстати, в этот раз тоже это было. Кроме того, напоминаю, что все тяжелые инфекции протекают стереотипно. Они не очень зависят от возбудителя. И везде есть ДВС-синдром. И везде, на самом деле, если вы откроете любой учебник, любое современное руководство, вы увидите, что ДВС-синдром рекомендуется лечить при всех заболеваниях. Когда только появились первые сведения о ковиде, 25 января, я опубликовал в Фейсбуке о том, что будут основные проявления связаны с ДВС-синдромом, что требуется применение антикоагулянтов прямых, свежезамороженной плазмы и плазма ФРС. Но, к сожалению, эти рекомендации не дошли до ушей Минздрава, несмотря на то, что я пытался непосредственно связаться с теми, кто составлял эти рекомендации. И только в конце апреля, 28 апреля, в усеченном виде, там появилась антикоагулянтная терапия. Мы разговаривали со многими специалистами по гемостазу. Они, конечно, все поддерживают эту идеологию, связанную с ДВС-синдромом. Вот. Поддерживают то, что это патогенетический механизм развития осложнений. Но при этом мы столкнулись с сопротивлением группы российских реаниматологов, которые просто активно отрицают наличие ДВС-синдрома. Прямо вот доклад на тему того, что это не ДВС-синдром. Последнее такое заседание этой группы было 12 сентября. И до смешного, когда появился слайд с рекомендацией Магнота, тут же раздался звонок ведущего, это все было в эфире, это все зафиксировано, который сказал, что пора закругляться. Вот. Ну, во всяком случае, это препятствовало внедрению технологии лечения. И, насколько я знаю, процентка не лечила антикоагулянтами очень долго. Вот. И поэтому мы не смогли договориться ни с кем. И мы приступили к созданию собственных рекомендаций по терапии ДВС-синдрома при тяжелых инфекциях. Значит, пока мы этим занимались, мы провели целый ряд вебинаров. Значит, первый из них был большой 4 апреля. Потом презентация рекомендаций уже готовых в мае, в конце мая. Июнь, дважды в июне. Последний вебинар у нас был 28 числа июля, когда мы озвучили тему постковидного синдрома. По-моему, впервые в мире, я не видел в мире такого названия. Мы его предложили. Сейчас это, вот видите, даже целая группа там возникает с постковидным синдромом. Собственно, мы и вышли-то на эту тему через группу в социальных сетях. Огромное количество выступлений в СМИ, включая электронные, Первому каналу отдельный поклон, потому что из недели в неделю мы много раз говорили о том, какая терапия должна быть. Вот, ну, тезис статьи. К сожалению, мы не столь активны, как сейчас зарубежные люди, которые публикуют буквально с колес, да, пролечили больного и тут же выкидывают статью. У нас такой возможности нет, поэтому мы здесь отстаем. Вот, вы видите, здесь большой авторский коллектив, он расширяется периодически. Здесь представители различных стран, Казахстан, Киргизия, люди, которые работают за рубежом, в Норвегии, например. Вот, ну и вообще я хочу сказать, что из разных стран сейчас в связи вот с этой интернизацией не всегда даже знаешь, с кем ты общаешься, да, потом вдруг выясняется, что человек из Франции или там главный педиатр из Италии там пишет, еще что-то такое. Вот, и это, конечно, очень большая интересная тема, тем более, что и статьи приходят из разных стран, и я в конце сегодня скажу, буквально вот сегодня по дороге сюда я получил еще одну статью. Вот, здесь редактор, это Валерий Анатольевич Елокомов, ваш покорный слуга, мы с ним, оба ученики, знаю, Сламоновича Баркагана, ну и моего отца, который, вы знаете, умер 15 июня, мы делали вебинар через несколько дней после его смерти, и тогда вот в память его посвятили этот вебинар в памяти отца. Вот, ну вся идеология ДВС-синдрома, она как бы рождалась от Зеноса Сламоновича Баркагана и преломлялась его учениками и слушателями. Значит, рекомендации были в мае, вторая итерация это июнь 2020 года, после того, как мы провели текст через всех участников этого процесса, и они опубликованы сейчас в интернете, можно зайти на рекомендации МГНОД, просто набрать, вот, ну есть ДОИ, по нынешним временам это международная система поиска, она тоже позволяет мгновенно выйти на эти рекомендации. Они постепенно развиваются, добавляются, хотя мы хотели туда внести больше изменений, но пока у нас просто не хватает сил на это. Какие же главные темы этих рекомендаций, что мы нового? Значит, первое это, что не просто ДВС, не просто тромбоз, а это тромбоваскулит, который повреждает самые разные органы и системы. То есть это такой распространенный воскулит с тромбозом. Второе, что мы изложили, что это тромбоваскулит головного мозга. Значит, принципиальные позиции, да, мы все говорим про легкие. Оказывается, что основной орган, который поражается, это головной мозг. И все, что мы видим, вся клиника, которую мы видим, это поражение головного мозга. А легкие тут чуть-чуть, боком. ДВС-синдром имеет свои особенности, мы об этом поговорим, которые связаны с воспалением. Это особая форма воспаления. Ну и то, что я уже сказал, что большая часть проявлений болезни связана с ковидным энцефаломиелитом. Вот так это звучит сегодня. Течение болезни затяжное. Это не острый процесс, как мы всегда думали, мы всегда говорили, что как грипп, он там протечет неделю-другую, да. Мы все знаем, что две недели вообще это острый период, который еще неизвестно, как закончится. То есть первая неделя вообще ни о чем не говорит. А на самом деле сегодня мы говорим о том, что пусковидный синдром – это многие месяцы, поэтому совсем не так все быстро происходит. Профилактическое лечение должно начинаться на самых ранних этапах болезни. И здесь применяются различные антикоагулянты и похожие на них вещества. Это предотвращает развитие тромбоэмболических осложнений. Ну и терапия ДВС-синдрома тоже должна быть профилактической. То есть нужно предупреждать развитие тяжелых осложнений, а не догонять их. И то, что пишется во многих местах, что терапия ДВС-синдрома – жизнеспасающая. Ну вот вопрос лоскулита. Так, он немножко запаздывает. Прям совсем запаздывает. Вот, переключает. Смотрите, как долго. Значит, есть атлас профессора Заратьянца, в котором представлены… Он в интернете выложен был. Я не знаю, напечатан он или нет, но в интернете он есть. В котором представлены результаты 2000 аутопсий больных с ковидным заболеванием. И для меня это было просто вот подспорьем, потому что найти западные публикации, похожие, очень трудно. Оказывается, на Западе не вскрывают ковидных больных. Вообще практически. То есть вскрытие там единичное в поле зрения. А у нас вот, пожалуй, 2000 человек, то есть все больные с ковидом были практически подвергнуты аутопсии. И вы видите, что здесь четко видно, да? Это тромбозы, это красненькие такие точки диапедеса, эритроцитов, либо даже побольше кровоизлияния вот там на правом, наверху. Вот. В этой серии снимков представлен тромбовоскулит головного мозга, вот такая вот картинка в мозгах. Вы сами понимаете, что это не инсульт, да? Это тотальное поражение всего головного мозга. Всех участков, каких только можно. Понятно, что голова при этом не работает вовсе. И все, что можно себе представить, связанное с мозговыми нарушениями, все это будет проявлениями ковидной инфекции. Так, я буду тогда ждать, пока будет переключаться слайд, потому что у нас некоторые замедления, как вы понимаете, да, происходят. Значит, большая часть проявлений болезни – это ковидный энцефаломиелит, это такая гипотеза. Почему не энцефалопатия? Потому что энцефалопатия не имеет морфологического субстрата, да? Как бы это такая патия, как всегда мы говорим, да? Патия – это что-то такое эфемерное. Здесь мы четко видим воспалительное поражение головного мозга. Обсуждается специфический возбудитель при энцефалите, кстати говоря, это довольно много. Вот. И обычно мы говорим об энцефалите, когда имеем дело с относительно тяжелыми заболеваниями. Вот. При этом энцефалит вызывает огромное количество различных возбудителей. То есть то, что мы все ассоциируем с ключевым энцефалитом, это совсем не так, да? Вы видите, здесь много вирусов различных, но и бактерии различные, грипп обозначен красным, поствакцинальные энцефалиты. То есть, в общем-то, достаточно много всяких вариантов энцефалита для того, чтобы говорить о том, что это достаточно частая проблема, с которой, может быть, мы сталкиваемся постоянно, но не всегда придаем ей значение. Вот. Поэтому вот выделение этой темы, оно, мне кажется, весьма перспективно. Под понятием тромбоваскулита мы имеем в виду воспалительные изменения сосудов, мелких сосудов, различных тканей, которые сопровождаются тромбозами и кровоизлияниями. Вот. Природа здесь вирусная, бактериальная и иммунокомплексная. Не надо забывать про антифосфолипидный синдром, который имеет четкую тропность к сосудам головного мозга. И это давно известно. Антифосфолипидные антитилавы являются 80% больных с ковидной инфекцией. Слишком много и слишком часто, чтобы не обратить на это внимание. Вот. Ну, и из таких тромбоваскулитов наиболее хорошо известен терапевтам и гематологам это геморрагический васкулит, болезнь Ширленгеноха, с которым наверняка многие из вас сталкивались, который протекает часто как некое косметическое заболевание, не тяжелое заболевание, но иногда достаточно выраженное и тяжелое, с развитием почечной недостаточности, поражения других органов. То есть здесь вариантов много. Вот. Значит, еще раз повторюсь, что васкулитов нервной системы достаточно много, они достаточно хорошо известны при ревматизме, при системной красной волчанке, при инфекциях различных, гепатитах. Синдром Гиен-Борре тоже васкулит нервной системы. Почему-то про него знают мало. Кто-нибудь видел Гиен-Борре в своей жизни? Нет? Никто не видел. Вы все врете, потому что вы просто не знаете, что это такое. Это страшное дело. Никто у нас в России не знает Гиен-Борре. А он встречается. Несколько случаев в обычной крупной больнице города Москвы в год. Несколько случаев. К сожалению, диагноз не ставят и не лечат. А это та патология, где 100% эффективность плазмофореза. Если вы начинаете лечить вовремя, больной абсолютно выздоравливает, вообще не знает, что это такое. Если вы начинаете лечить поздно, больной может оказаться овощем. Все эти васкулиты нервной системы довольно трудно диагностируемые заболевания, которые не имеют уникальных клинических проявлений. Принципиальный вопрос, что нет специфических проявлений, по которым вы можете сказать, что это вот васкулит церебральный, а вот это вот инсульт. Не получается их разделить. К сожалению, нет четких лабораторных и инструментальных подтверждений тоже. Это большая проблема. Но для того, чтобы заниматься этим, мы пользуемся термином образ болезни, как предлагал Андрей Иванович в свое время. То есть совокупность симптомов, повторяющихся одних и тех же больных, они создают эти симптомы, образ болезни. Вот. Значит, довольно часто сочетается поражение головного мозга с поражениями кожи. Очень много поражений кожи. Об этом почему-то тоже немногие пишут, хотя боюсь, что чуть ли не половина пациентов имеют те или иные васкулиты. Они тоже очень странные. Бывают такие, ну, более-менее классические, а бывают просто, ну, похожие на акне высыпания, внезапные массивные высыпания, которых никогда в жизни не было. И вдруг, вот, и вдруг они появились. Вот. Значит, ну, про антипосфолипидный синдром я сказал. Буквально несколько дней назад мне прислали статью, я ее потом процитирую чуть позже, антителак антимиелин олигодендроцитарному гликопротеину. Вот так. Это отдельные антитела, которые вот сегодня выявляются, и которые тоже ведут к патологии центральной нервной системы. Достаточно серьезные. Вот. Про заболевание нервной системы, или повреждение нервной системы при ковиде, достаточно много было публикаций уже в середине года. В мае, по-моему, эта статья опубликована была. Значит, вы видите здесь, что до 36% больных с ковидом, ну, правда, речь идет о госпитализированных, все-таки тяжелых, имели какие-то неврологические заболевания. Причем на первое место выходили, скажем, такие, как инсульты, нарушение сознания, поражение черепно-мозговых нервов. Все пишут про Гиен Борре. Он действительно достаточно часто возникает. Обонятельная вкусовая дисфункция, в основном, конечно, обонятельная, она не так часто, как все думают, да, все говорят, что это вот характерный признак. Нет, 10-15% максимум. И встречается он не только при ковиде. Поэтому я бы с большой осторожностью, если вы ставите диагноз, обращал внимание на этот признак. Есть – хорошо, но со всем остальным. А вот если это только единственный признак, ну, не знаю. Например, вот сопли и нарушение обоняния, я бы не поставил диагноз ковида. Вот моя такая сегодняшняя позиция и практика. Потому что при ковиде сопли не бывает. Он течет с сухим носом, как правило. Ну, если что-то есть еще, то это пожалуйста. Ну, вот просто, например, два признака не годятся. Значит, с чем могут быть связаны неврологические проявления? Это прямое повреждение вирусом. Никто про это, так сказать, толком не знает. Ну, и второй – нейровоспалительный аутоиммунный механизм. Я думаю, что вторая часть – это более правдоподобный механизм, чем повреждение, собственно, вирусом. Но самое неприятное – это последняя строчка. Никто не знает долговременных последствий. То есть сегодня вообще обсуждается, что неврологические повреждения могут быть очень долго. И, может быть, они ответственны за паркинсонизм, за различные аутоиммунные расстройства, то есть, в общем-то, которые могут долго быть. В общем, тема не изучена, требует изучения. Но я, правда, не могу сказать, что я со многими неврологами по этому поводу поговорил. Но те, с кем я поговорил, они как-то очень отскакивают от этой темы. Говорят, чур нас, чур нас. Ну, что делать? Вот, значит, сейчас слайд перелеснется. Значит, здесь, среди перечислений того, что зарегистрировано, вы видите, острый диссеминирный энцефаломиелит, энцефалит в стволах головного мозга, синдром Миллера-Фишера, но это тоже вариант Гиен-Борре такой немножко, краниальный полиневрит, офтальмопорез. Это понятно, что такое, да? Это когда человек вообще-то видеть перестает. И как это не смешно, вот начинаешь разговаривать с офтальмологом, ой, а у нас был такой случай. Вы его описали? А, нет. Понимаете? И, к сожалению, это наша вот беда. Мы не описываем случай. А видите, вот они описывают в Испании. При рассеянном склерозе непонятная ситуация. Вроде бы он должен бы как-то поддерживаться ковидом. Вроде бы там даже возбудители выделялись. Но серьезных каких-то расстройств при рассеянном склерозе связанных с ковидом не описано. Какие же признаки ковидного энцефалита? Сейчас перелеснется, будет вам видно. Первое – это головная боль. Рещайшая головная боль. Люди описывают ее как удар битый, например, который явно не соответствует интоксикации. Мы чуть-чуть все время говорим, главная боль – это интоксикация. Ничего подобного. Не связано. Рещайшая слабость. Люди не могут встать с кровати. Ничего подобного мы при других патологиях не видим. То, что мы впервые описали, это появление ярчайших снов и видений. Люди, которые в жизни не видели снов, вдруг начинают мне рассказывать о том, что они разговаривают ночью с кем-то, кто пришел к нему в комнату и так далее, и так далее. Но потеря ориентации, спутность сознания – это понятно. Обратите внимание, 60% депрессии – это уже наши собственные данные. Суицидальные мысли 20% людей. Это фантастические цифры. Ничего подобного мы не знаем при других заболеваниях. И это не фоновый, так сказать, депрессивный фон. И это точно не влияние средств массовой информации, как нам иногда начинают говорить, что депрессия вся от СМИ. Нет, это именно проявление ковидной энцефалита. Нарушение настроения, плаксивость. Люди рыдают над совершенно смешными вещами в обыденной жизни. И говорят, что мы себя чувствуем полными идиотами, потому что никогда в жизни слезы мы не проливали. И вдруг начинается такая вот история. Нарушение ритмов жизнедеятельности. Сонливость, бессонница, смена дня и ночи. Кто-то говорит, вообще не спит. Ну, не знаю. Значит, нарушение терморегуляции. Гипертермия не контролирует спарацитамол. Все об этом слышали, с самого начала об этом шла речь. Но никто никогда не думал, почему это может происходить. А на самом деле у нас, если это воспалительная температура, то она должна контролироваться спарацитамолом, потому что спарацитамол блокирует простагландин Е2 и так далее. И, соответственно, снижается эта тема. То есть вот здесь антиперетики, они воздействуют на этом уровне и убирают температуру. А вот если это центральная генеза, то это установочная точка в гептолямусе. А на установочную точку в гептолямусе парацитамол никак не действует. У него нет такого механизма. Установочная точка, она как регулятор. Вот вы установили регулятор на 20 градусов, и у вас температура там подается, грубо говоря, 20. Установили на 25, будет подаваться температура 25. И здесь есть теплоотдача и теплопродукция. То есть теплопродукция – это там озноб, например. Теплоотдача – это пот. Из того, что мы знаем, ну, там много механизмов, но как бы это наиболее выражено. Это все зависит от гептолямуса. Гептолямус это регулирует. Обращает на себя внимание, что температура, как правило, не сопровождается ни ознобной, ни потуностью. Во всяком случае, выраженных этих синдромов нет. Хотя озноб отдельно бывает, без температуры. Вот. Воздействует на гептолямус у нас всего лишь несколько веществ, которые мне известны. Это спирт – первое вещество. А? Кто? Не знаю, нет. Не знаю, не знаю. Глюкортик стероиды тоже воздействует на гептолямус. И анальгин. Вот три препарата, известные, легко доступные. Они температуру регулируют через установочную точку в головном мозге. Ну, дальше идут многочисленные нарушения, связанные с вестибулярные нарушения, нарушения слуха и зрения. Интересно, что пациенты довольно странную такую описывают картину. Многие описывают, не один человек. Расфокусировка зрения. То есть, как-то вот не может сосредоточиться на чем-то. Перестает видеть боковым зрением. Теряются какие-то такие функции, которые вроде бы не очень точные. Интересно нарушение регуляции давления. Вот у меня есть больная, знакомая, у которой ковид протекал в виде гипертонического криза. Тяжелого. Все, она думать про ковид не думала, но она с больными общалась, это врач. А потом антитела вылезли. Ну, вот так. Значит, многие говорят о том, что давление повышено, но не сильно. Но многие говорят о гипертонии. Тоже тема отдельная. Нарушение регуляции ритма сердца – это аритмия. Тоже это проявление нарушения функции центральной нервной системы. Это не поражение сердца как такового. Это именно нарушение регуляции. Дыхательные поражения. Да, оставим в покое там поражение легких, это понятно. Но очень у многих никакого поражения легких нет. Но есть чувство сдавления, заложенность в груди, нехватка воздуха, бронхоспазмы и так далее, и так далее. Очень многие на это жалуются у тех, у кого никогда не было бронхоспазмом. Нарушение менструального цикла, поносы тоже очень многих пациентов. Ну, очень таким выраженным проявлением поражения головного мозга является некротическая энцефалопатия. Здесь представлен пациент с гриппом H1N1. Ну, вот такие изменения. Летальность при некротической энцефалопатии достигает слегка 30%. Это не инсульт, это распространенное нелокальное повреждение головного мозга. Ну, и здесь вот представлен вариант, когда пациенты лечили плазмофорезом, он находился на ИВЛ, у него была острая почечная недостаточность, кроме того, и через 14 дней от начала заболевания он вышел из отделения интенсивной терапии практически без потери функции головного мозга. на следующем слайде, который сейчас перевернется, очень редкий слайд, это женщина, у которой единственным признаком ковида была анасмия, то есть потеря обоняния, но там доказанный ковид при этом, да, то есть я не утверждаю, что потеря обоняния изолированной не является ковидом, диагноз так не поставить, а так, в общем, принцип может быть. И вы видите, здесь вот стрелочками показаны изменения в отделах головного мозга, которые отвечают за обоняние, и очень быстро в течение нескольких дней это все у дамы прошло, и исчезли эти изменения на МРТ. То есть, в принципе, эта тема, она, так сказать, видная. Значит, на следующем слайде описание женщины 44-х лет, у которой изменилась координация движений правой рукой, она ПЦР положительная по ковиду, стала с трудом подбирать слова, прогрессировала слабость правой руки, значит, невнимательное зрение, не знаю, перевести вот эту расфокусировку, ну, невнимательное зрение органов чувств. Видимо, не очень четкое такое описание, да. Вот, значит, обращают внимание, что была сыпь, некий кожный воскулит, правда, без описания, что это такое. Многочисленные исследования, разнообразные крови не дали никаких результатов, кроме того, что это ковид. Вот, ну, здесь вы видите изменение АБЦ, это, так сказать, последнее изменение, последнее, это 17-й день, если я правильно помню, вот, лечение. Здесь вот все у нее ушло, причем уже на 16-й день или на 17-й день у нее практически все это ушло на плазмоферезе. Вот такое вот описание, здесь вот как раз у нее и появляются вот эти олиго, сейчас, как они там называются-то, вот эти вот антителак, олиго чего-то такое. Вот, ну вот, пожалуйста, пример достаточно серьезный. А, еще ей пульс терапию успели сделать по грамму метилпреднизолона. Вот, она не получала противовирусного лечения. Плазмоферез, это не плазмоферез, а плазмообмен в больших объемах, 3,5 литра в день. Провели ей 5 раз такого плазмофереза. Вот, и вот эти вот антимирин, олигодендроцитарный гликопротеин антитела. Ну, привыкайте, я еще тоже с трудом пока ворочу языком, но, видимо, научимся скоро произносить такие вещи. Это описание официальное, вот оно только что вышло, мне его прислали как раз из Франции. Вот. Значит, какие же особенности ДВС-синдрома, которые связаны с воспалением. Так, можно так развернуть этот компьютер, чтобы я видел, что там перелеснулось. Вот. Значит, ДВС-синдром здесь такой торпидный, скорее хронического характера, потому что нет разрушения клеток, нет, то, что называется цитокиновый шторм, это очень здорово, но нет выброса тканевого тромбопластина из некротизирующихся тканей, некротизирующихся тканей. Вот. И поэтому преимущественно активация идет по внутреннему пути. То есть его, как вот острый при сепсисе, там, при акушерстве, при акушерских кровотечениях, такого острого ДВС-синдрома здесь нет. Значит, преимущественно это тромботические изменения, микротромбозы, тромбоэмболии у некоторых пациентов, инфаркт миокарда, инсульты. То есть в основном идет по клинической течении тромботическое. Но если вы заглянете внутрь, я вам показывал слайды, то вы увидите кровоизлияние массовое, диапидезы эритроцитов, многоточные кровоизлияния. Впрочем, у 10% больных это образование гематом, межмышечный гематом, то есть совершенно нормальный смешанный тип кровотечения по тому, по классификации зеновости Саламан-Шебаркагана, то есть петахиально-гематомный тип кровотечения. Вот. Что еще очень интересно, в отличие от гриппа H1N1, мало выражен отек. Да, если мы при гриппе H1N1 говорили о тяжелом отеке легких, и даже говорили о фибриновом легком, сейчас вы увидите эту фотографию, да, здесь это тоже бывает при ковиде, но в основном на секции описываются все-таки относительно свободные альвеолы от вот этого отека. И даже взвешивание легких, сравнительное взвешивание легких у больных ковидом и гриппом H1N1 показало, что при H1N1 легкие в три раза тяжелее, то есть они буквально пропитаны жидкостью. При вот ковиде этого нет такого тяжелого. То есть проницаемость сосудистой стенки, она не так выражена, как при гриппе H1N1. Ну и дальше то, что всех почему-то останавливает, это отсутствие синдрома потребления, точнее малая выраженность синдрома потребления. Но при торпидном течении это обычная история, когда у вас не снижается резко антитромбин-3, не снижается резко тромбоциты, не снижается плазминоген, хотя все это есть. Нет глубокой тромбоциты пении, но у большинства пациентов тромбоциты пении. Нет глубокой антитромбин-3 пении, но у 70% он снижается, ну и так далее. Кстати говоря, высокий уровень дедимера – это тоже показатель того, что плазминоген не снижается. Интересно, что гиперфибриногеномия, которая у этих пациентов очень высока и достигает 10 и даже больше, довольно быстро сменяется гиперфибриногеномия или норма фибриногеномия. На самом деле для ДВС-синдрома важно не столько первичное количество фибриногена, сколько его динамика. Если он снижается, то это больше похоже на синдром потребления. Но поскольку такой нетяжелый ДВС-синдром, это и нетяжелый синдром потребления. Мы рекомендовали с самого начала в наших первых выступлениях и в рекомендациях общества, у нас написано, что должно быть профилактическое лечение ДВС-синдрома. То есть на ранних стадиях надо начинать антикоагулянтную терапию. Мы предложили в начале, в самом назначении антиагрегантов, точнее прямо деперидамол, потому что у него это есть в инструкции. И кто нам мешает проводить такую терапию? Никто. Правда, у него не ковид, естественно, там респираторная инфекция, но ковид, поскольку респираторная инфекция, то, в общем-то, прямую это можно делать. Кроме того, мы предложили из мягких препаратов это гипариноид, сулудексид. У него тоже есть показания ангиопатии с повышенным риском тромбообразования. Ну и как минимум по одному показанию у нас имеется доказательство эффективности уровня А, то есть говорить о том, что сулудексид это там какая-то вода, это неправильно, потому что высокий уровень доказательной базы есть. Но, естественно, конечно, нужно это все делать под контролем, проводить исследования. К сожалению, у нас такой возможности не было, поэтому мы можем только обсуждать теоретически эти показания. Значит, конечно, мы сразу написали, что это нужно делать в группах повышенного риска, потому что у бессимптомных пациентов просто всем подряд давать антикоагулянты, дезагреганты, наверное, не стоит. Но если это пожилые, если это хронические неинфекционные больные, диабет и так далее, то почему бы нет, в общем, терапия достаточно мягкая и безопасная. Следующим этапом была легкая степень заболевания. На самом деле никакой градации до сих пор не существует, что относить к легким, что относить к средне-тяжелым и тяжелым. Есть разные такие подходы к этому вопросу. Но мы здесь описали, что мы имеем в виду, то есть нет одышки, относительно невысокой температуры и так далее и так далее, мы предложили применять прямые оральные антикоагулянты, это амбулаторное лечение в профилактических дозах, которые не требуют никаких. Друзья мои, вот это точно все есть в рекомендации. Просто зайдите в рекомендации МГНОТ, и вы там это все прочтете. Они не требуют никаких лабораторных контролей, практически безопасно проводятся направо и налево при профилактике тромбоэмболии, такая терапия, при профилактике ишемического инсульта. Сейчас это все делается достаточно часто и много. Поэтому мы решили, что, собственно говоря, почему бы нет. Средне-тяжелые пациенты, здесь тоже нет технических и мы дали свои, так сказать, предложения, кого мы относим к этому средне-тяжелому течению. В принципе, тут ничего такого особенного нет. Относительно нормальная сатурация. Кстати, у меня были больные сатурации ниже 93%. Ничего страшного, дома лечили, больницу не клали, хотя там под дулом пистолета, но я не дал положить. При том, что очень высокий риск всех осложнений. А вот дома лучше. Дома все прошло гладенько-гладенько, и человек абсолютно выздоровел. А от параллельной больницы я не знаю, что бы там было. Лежачая пациентка после инсульта. Не знаю, что бы там могло быть. Вот. Ну, в общем, вот все это тоже лечится либо апексабаном, либо реруксабаном. Но мы считаем, что анти-10А препараты более эффективны или более мягкие, скажем так, чем препараты анти-2А. Но это не значит, что нельзя применять препараты с оральной антикоагулянцией анти-2А активностью. Вот. Мы тут не настаиваем ни на чем, но как бы свое некое отношение к этому выражаем. Ну, а в стационаре там обычно переводят на низкомолекулярный гепарин или на обычный гепарин в соответствии со степенями риска, как это положено, и, в общем-то, лечат антикоагулянтами. Ну, сейчас практически везде, хотя не уверен, что везде. Вот. Какие странные вещи мы увидели на антикоагулянтах? Я говорю странные, потому что ожидать от антикоагулянтов снижения температуры литического, я как-то не думал на эту тему. Вот она происходит. Буквально через день, иногда через 2 дня, температура резко снижается, потому что это не воспаление, это все-таки поражение головного мозга. Очень быстрый регресс слабости, очень быстрый регресс головной боли. Все это происходит буквально за несколько, там, день, два, три, ну, в зависимости от ситуации, как рано мы начали лечение, да, потому что те, кто там знакомы с ковидом, они мне потом говорили, ну, у нас не было ковида. Я говорю, ну, конечно, не было, да, только система определяла вам ковид, а так его не было. Просто потому что за день все прошло. Знаете, человек приходил, он там со всей клиникой, за день-два все проходило. Вот. Очень многие говорят о мгновенном прояснении головы, об исчезновении депрессии, о исчезновении вот ненормальности поведения. Вот. Ну, и что мы обращали внимание, ну, я это и раньше всегда говорил, что РФМК, который не делает практически у больных с ковидом, они гораздо более чувствительны, чем додимер. У больных может быть нормальный додимер, а РФМК повышена в 3-5 раз. Ну, не буду вдаваться в подробности, почему это так. Поверьте, что это, так сказать, характерная ситуация, она не впервые здесь появилась. Ну, вот типичные острые фазы, постковидный синдром. На третий день апексабана была как новенькая. Пропила 2 недели, чувствую себя прекрасно. Я хоть и стоматолог, ко мне обращаются за советом. Все начинают пить антикоагулянты, очень быстро идут на поправку, выздоравливают в домашних условиях. Ну, вот хронически постковидный по-прежнему в порядке, чувствую себя совершенно здоровый. Даже понос прошел. Да, что интересно, понос к антикоагулянтам отношений не имеет. А он проходит так же, как и головная боль. Потому что, скорее всего, это нарушение регуляции, все-таки, а не, собственно, поражение желудочно-кишечного тракта. Понятно, что это не доказательная база. Понятно, что с evidence-based тут все плохо. Но поскольку все-таки в мире многие тысячи уже больных прошли на терапии, в России точно сотни больных, ну, как минимум сотни больных, принимают без госпитализации антикоагулянты, и мы никогда не слышали об отрицательном эффекте, мы никогда не слышали о прогрессировании заболеваний, то я имею право утверждать, что эта терапия очень эффективна. Значит, Минздрав у нас юлит в отношении ДВС-синдрома. То он его расписывает, то он его убирает. Но, значит, вот в последнем варианте в сентябре, в начале сентября этого года, опять здесь ДВС-синдром появляется. Ну, тут вот так можно, казнить нельзя помиловать. Характерно развитие гиперкоагуляции без признаков потребления и ДВС-синдрома. Характерно развитие ДВС-синдрома или гиперкоагуляции без ДВС-синдрома. Непонятно. Ну, таким образом, через строчку, к аглопатии наряду с признаками характерной развития фазы ДВС-синдрома и понеслось. Так есть ДВС-синдром по утверждению Минздрава или нет? А? Ну, мне тоже неизвестно. В общем, как бы, у меня зависло, знаете, эта тема. Ничего не понимаем. Вот, ну, бог с ним, мне не так важно, чтобы они слово ДВС использовали, но, слава богу, они сейчас уже пишут о том, что нужно применять антикоагулянты с апреля месяца. Это входит в рекомендации. Еще раз повторюсь, что не везде антикоагулянты, тем не менее, применяются, хотя здесь написано, всем госпитализированным больным, всем должны применяться антикоагулянты. Это то, на чем мы настаивали с 25 января этого года. И еще, значит, появилась такая фраза, что нет доказательства преимущества какого-либо одного низкомолекулярного гепарина перед другим. Ну, почему я эту фразу подчеркиваю? Потому что, как выяснилось в нескольких рекомендациях, исчез препарат парнопарин натрия. То есть, вроде вот другие есть, надропарин, дельтопарин, аноксопарин, а парнопарина нет. Хорошо ли это или плохо? По глупости или сознательно? Не могу сказать. Не могу сказать. Но мы поработали на эту тему, составили некий план, честно скажу, мы прямо вот специально этим занимались. Как его внедрить обратно? И вот в сентябре 2020 года он занял свое место среди прочих низкомолекулярных гепаринов. И сейчас есть возможность. Ну, потому что вы понимаете, что если рекомендации Минздрава нет, то его никто просто назначать не будет. Но с какого перепуга? Почему? При том, что я знаю, что низкомолекулярный гепарин – дефицит. Да? Периодически вспыхивает, что нет, мы не можем купить и так далее. Но в этих условиях, наверное, все препараты хороши, не надо их один от другого отделять. Вот. Ну, здесь про дозы бог с ними. Это, наверное, не так важно. Значит, я говорю, что про жизнеспасающую, что терапия ДВС-синдрома власть – характер жизнеспасающей технологии. Значит, это касается и антикоагулянтов, и свежезамороженной плазмы. Это касается плазмофереза. И в свое время Баркоган сказал, что это драматические эффекты терапии ДВС-синдрома. Ну, действительно, когда у вас на Эглета в первые сутки исчезает тяжелая симптоматика, я ничего другого придумать не могу. Я не стал здесь приводить пример из Киргизии, как мне прислали, Амир Талибов написал, терапия спасения. Переливание свежезамороженной плазмы выводит человека из тяжелейшей гипоксии, он уже, так сказать, просто погибал, уходил на тот свет, его нельзя было госпитализировать, потому что Киргизию очень плохо было с госпитализацией. И вот переливание нескольких доз свежезамороженной плазмы человек через 3-4 дня ходит, выходит на балкон и так далее. Тромбоэмболизм. Эта тема постоянно обсуждается на Западе, они тоже не знают термина ДВС-синдрома, у них какая-то своя шкала, где к ДВС-синдрому относятся только кровотечения, а когда кровотечения нет, то это не ДВС-синдром. А то, что это диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, они просто не знают. Они вот ДИК-синдром знают, а вот свертывание не знают. Ну, хорошо. Вот, значит, это Синай Маунтон Хоспитал, если я правильно помню, как его на русский перевести, я не понимаю, приличным образом. Синайский госпиталь вроде неправильно, горы Синай, вроде маразм какой-то в Нью-Йорке. Ну, вот такой. Они первые, из того, кого я знаю, написали про применение антикоагулянтов оральных в постковидную, так сказать, при выписке из стационара и в стационаре тоже. Но это буквально было чуть ли не в один день с моим вебинаром. То есть мы здесь говорили, они там выпустили статьи в этот день. Вот. Я тут не тягаюсь абсолютно, но просто интересно, что многие думают одинаково. Так вот, они сейчас уже приводят результаты сравнения четырех тысяч с лишним пациентов. Часть из них не получала терапию антикоагулянта 1500 человек, терапевтические дозы в 900, и профилактические дозы антикоагулянта в 1959 человек. Вот. Что они пишут? Низкая внутрибольничная летальность, жизнеспасающая технология, и резкое снижение числа интубаций. Обратите внимание, да, на 50% и то, и другое. То есть это очень существенное добавление к терапии. Вот. При этом, что очень редко бывает, я таких статей даже, честно говоря, не помню, нет статистической значимости между терапевтическими и профилактическими дозами. То есть профилактических доз в принципе достаточно. Потому что у нас начинается ой, у нас тут анти-10А, ой, мы тромболистограмму смотрим. Друзья мои, профилактические дозы работают так же, как и терапевтические. Не надо гоняться за показателями свертывания крови, какие бы они ни были. Ну вот, замечательная замечательная статья. Тоже я ее только что получил. Она буквально недавно вышла, несколько дней назад. И вот такая вот тема. Значит, про постковидный синдром Минздрав ничего не знает, не хочет, не слышит, сколько об этом говорят. Причем больные обратились даже вот к группе этих реаниматологов, которые устраивали вебинар с просьбой что-нибудь прокомментировать. Те сказали, ну, мы передадим письмо дальше. Ну, хорошо. Бог с ним. Но, правда, у них появился в Минздраве в рекомендациях продолженная терапия после выписки из стационара. Почему только два препарата? Но, тем не менее, какое-то движение в этом направлении произошло, и это уже само по себе хорошо. Какие признаки постковидного синдрома, о чем мы говорим? Обратите внимание, значит, красным это то, что встречается более чем на 30% людей с постковидным синдромом. Слабость, головная боль, на первом месте слабость, депрессия, нарушение настроения, мы уже говорили про жизнедеятельность, терморегуляция, субфибрилитет и низкая температура. То так, то так. И очень многие говорят 35,6, 35 даже бывает. Ну, в общем, необъяснимые познабления, иногда нормальные такие ознобы. Боли в мышцах, сжение кожи, боли в костях, про давление говорили, аритмии говорили, дыхательные нарушения ком в легких, какие-то ощущения сползания мокроты по задней стенке. В общем, описательная характеристика очень разнообразна, да, но людей это мучает. Диарея, алопиции, вот несколько человек уже сообщает об алопиции. Но я вам напомню, что алопиции это характерный признак москулитов кожных. Да, это бывает при той системной красной волчанке. Кстати, это бывает при депрессии. И вот у меня большой вопрос к психиатрам, друзья, а может быть депрессия это тоже не совсем то, что мы с вами обсужим? Может, это все-таки москулит? Ну, это я получу тухлым помидором сейчас от психиатров. А? Ну, хорошо, почему выпадают волосы при депрессии? Объясните мне, пожалуйста. Какая связь? Ну, это же характерный признак депрессии? Вот. Не знаю, я не готов ничего утверждать. Тромбофлебиты, сеточка характерная на ногах сетчатой ливеды или ливеды, не знаю, как его правильно произносить, да, тоже появляется и тоже это достаточно известная вещь. значит, мы помним с вами о том, что нам товарищ Павлов завещал, что все болезни от нервов, да, собственно говоря, ничего удивительного. Для меня, например, в этом нету. И я еще раз повторяю, что мы говорим о поражении тромбо-васкулитом нервной системы, тотальном поражении нервной системы. Это и головной мозг, это автономная периферическая система, но еще есть у нас нервная система под названием желудочно-кишечный тракт. Вы что-нибудь про это слышали когда-нибудь, нет? Никогда не слышали. Почитайте работы Ивана Пигарева. На самом деле эти работы исходят из лаборатории Павлова, что желудочно-кишечный тракт является еще одной нервной системой. Более того, при полном перерыве спинного мозга через кишечник идет нервная пульсация ниже. Опять, не очень готов вступать здесь споры, но такие работы есть, и их желательно как-то тоже обсуждать. Какие особенности постковидного синдрома? Ну, это волнообразное течение, да, то есть это не то, что установилась патология и все. Нет, появляется, уходит, иногда уходит на много недель, потом снова появляется. Есть связь с инсоляцией, есть связь с физической нагрузкой и психоэмоциональными реакциями, я не могу ничего тут отрицать в вашем случае, что это может быть связано, но все равно это постковидный синдром, понимаете, вот о чем разговор. Значит, все характеристики и критерии носят описательный характер, но когда вам один, другой, пятый, десятый, сотый пациент рассказывает одно и то же, значит, это есть. Они же все не могут выдумывать одинаково, они же не рассказывают ничего другого. Значит, с лабораторными подтверждениями я ничего не понимаю, пока я не вижу никаких лабораторных подтверждений, хотя у кого-то повышаются воспалительные белки, РФМК повышается, у кого-то нет, но я не хотел бы залезать в спинной мозг и делать пункцию, смотреть, что там, больным. Для науки может быть, но науке никто это не делает. Значит, есть такой синдром хронической усталости, про который мы много слышали, всегда считали, что это некая фантазия, но, тем не менее, посмотрите на частоту встречаемости симптомов, я специально попал, чтобы видеть, иначе я не вижу. Вот, и очень многие признаки совпадают с синдромом хронической усталости и у постковидных пациентов. На самом деле, мы умеем лечить эту патологию, ну, как минимум, хронические тромбоваскулиты мы лечим прямыми антикогулянтами, при неэффективности применяем плазмо-ФРС, как минимум 900 миллилитров процедуры, но это наш собственный опыт, не менее пяти процедур, стероида при тромбоваскулите играет меньшую роль, и пока я не могу сказать, какую. Значит, мы сейчас пытаемся отработать эту технологию на пациентах, поэтому тактика введения пока в разработке. Мы создали специальное медицинское бюро моего имени для того, чтобы дистанционно вести пациентов, фиксировать все, что с ними происходит. Ну, пока вот это мы можем делать. В основном мы лечим оральными антикогулянтами, пока мы другого ничего не делаем. Значит, симптоматическая терапия включает в себя и физкультуру, и бета-блокаторы. Ну, и мы уже много раз упоминали про ПАНОРМ. Это препарат для самостоятельного купирования нарушения ритма, аритмии. Препарат хороший, лучше всех с точки зрения безопасности, поэтому его можно применять. Да, к нему нет практически никаких противопоказаний. Вот. Поэтому я предлагаю вот вам его запомнить. Теперь про заболевания желудочно-кишечного тракта. Не очень понятная ситуация, они самостоятельные или нет. Ну, Леонид Борисович Лазебник читает на тему самостоятельного повреждения желудочно-кишечного тракта. Ничего не могу сказать, наверное, и так есть, потому что вирусные частицы, вы знаете, выделяются с фекалиями, их находят в сточных водах, причем находят в сточных водах прошлогодних. Вот. Поэтому вопрос поражения желудочно-кишечного тракта открытый. И вот среди прочих препаратов есть такой Рибагид. Это препарат, относящийся к группе влияющих на непроницаемость. он господи господи мой. В общем, там тоже есть тема, антикоагулянтная тема, локальная. То есть, он повышает локальную устойчивость к свертыванию, влияя на эпители. При этом он там какие-то слизи, еще что-то такое, но у него гораздо больше эффектов, чем мы сейчас обсуждаем и знаем. Он представлен в различных консенсусах, рекомендациях, по нему довольно приличная база доказательная. И в общем-то его можно использовать. Я ничего про плазм ФРС не рассказал, потому что тема требует отдельного рассмотрения. Я и так уже больше часа говорю. Нет, почти ровно час. Но хочу обратить внимание, что в седьмой, восьмой версии рекомендаций Минздрава есть несколько слов по плазм ФРС. При тяжелом течении ковида, плазма обмен, замещение свежезамороженной плазмы, селективная плазма фильтрация, ну и так далее, и так далее. Это не совсем то, о чем я говорю, я рассказываю немножко другое, но исходно действительно наша позиция была, что это для предупреждения прогрессирования дыхательной недостаточности надо делать плазму ФРС. Сейчас мы видим, что это достаточно часто, достаточно широко надо применять и в других ситуациях. Но слава Богу, хоть что-то Минздрав слышит, и какие-то вещи происходят. Честно говоря, я даже дозвонился и списался с замминистра Салагаем Олегом, и просил его, чтобы это было внесено в рекомендации Минздрава, и это появилось. Ну, мне грех жаловаться на то, что нас не слышат, да, в такой ситуации. Весь мир сейчас лечит антикоагулянтами, поэтому можем говорить о том, что наши рекомендации, наши вебинары, наше общество сегодня, Московское городское терапевтическое общество, оно встало во главе этого процесса лечения ДБС-синдрома, ну, и вы видите, вот такие вот приходят ко мне иногда письма, очень приятные, на самом деле, довольно много людей пишут с позитивной оценкой нашей работы. Спасибо, я сейчас быстренько отвечу на вопросы. Так, колхицин выписывают при постковидном синдроме. Ну, не знаю, я ничего не могу про колхицин. Вирус нейротропный. Так, колхицин вот еще один раз. Вы знаете, заходите ко мне напрямую на вот сайт меди-кейса и там я конкретно буду с вами общаться, потому что так это довольно трудно мне по так сказать, почте. Ну, и в заключение я хотел сказать, что сегодня мне Амир Талипов вот из Киргизии прислал, позвонил, прислал статью американскую, где показано о том, что гепарансульфат, не гепарин, гепарансульфат, является ключевой молекулой, через которую вирус соединяется с рецептором ангиотензин, превращающего в фермент. А дальше возникает вопрос о том, что гепарин блокирует гепарансульфат, это его, так сказать, точка приложения, и антикоагулянты может быть являются прямыми противовирусными средствами. опять же прошу без помидор, потому что эта статья за что купил, за то продал. Да, но вообще совершенно вещи возникают вот в эту инфекцию, и самые неожиданные предположения вдруг находят свое отражение. Вот, поэтому спасибо всем, кто помогает, спасибо всем, кто присылает статьи, участвует, пациентам, которые со мной много общаются и пишут. Вот, ну, вместе я думаю, что мы как-то победим эту ситуацию. Если есть вопросы, я готов ответить здесь напрямую. обычно говорят из-за утюга. Прививки, прививки, да, прививки вы имеете в виду противоковидные? Значит, ну, вообще, мое отношение к прививкам вы знаете в целом, я противник прививок от гриппа в целом, потому что они неэффективны, нет доказательств эффективности, против ковида есть еще одно соображение. Никто вообще не проверял безопасность. Значит, на сегодняшний день по уже началу прививочной кампании, такой вот экспериментальной, там 10-15% реакций довольно серьезных и температурных, и болевые ощущения, и так далее, то есть точно идет аутоиммунный какой-то компонент. Во что это выльется, я не знаю, но самое ужасное в этой истории то, что больные с ковидом 90% как минимум, они знать не знают, что они ковид перенесли, им никто этот диагноз не ставил, и в этой ситуации введение прививки с частью ковидного, так сказать, с частью вируса, при том, что мы понимаем, что там аутоиммунные процессы запускаются много и часто, я не случайно все время это баскулит рассказываю, я не знаю, чем это будет сопровождаться, я очень осторожно к этому отношусь. Вы знаете, что вот Астрозенек на прошлой неделе останавливал испытания, а диагноз помните какой? Мелит, а я вам про что тут рассказывал? Вот и думайте, не знаю, не знаю, я против.